Продолжение следует... Мы долго не могли справиться с огнем, потому что надежды на дождь не оправдались. Круто, конечно, я сразу себе это представил. Стоит целая бригада этих пожарных, горемык. Перед ними горит тысяча гектаров леса. Вот, а они такие... Ты точно паука раздавил? Почему мы не можем вызвать дождь, понимаете? Слушайте, опросик небольшой хочу провести. Поаплодируйте те в зале, у кого есть тату. Есть такие люди? Поаплодируйте. Я вас не понимаю. Смотрите. Ладно, в детстве, признаюсь, я тоже угорал по татухам. Но я этим переболел. Болезнь называлась малобар. Сейчас конкретно... Я по вам не сужу. Сужу только по своим друзьям, у которых всегда придурочные причины делать себе татуировки. Типа мой, ну, одноклассник сказал, я хочу сделать тату в честь дня, который никогда не должен забыть. Какого дня? Конституции. Ты ебанулся, что ли? Ну, понимаете, глупость какая-то. Или еще есть особенные такие, знаете, отцы, которые на груди набивают портрет своей новорожденной милой дочки. Но вдруг у него появится ребенок в 200 раз пизжем? Например, мальчик, да? Ну, что... Что тогда делать? Я не понимаю, честно. Или... Ну, знаете, как будто это все такое, показушное чисто. Вот тоже еще один знакомый, он после 18 лет по татухам прям с ума сошел, понимаете? Набил полностью себе все рукава, бороду отрастил мощную, шикарную. Ходит сейчас, не узнать. Но я-то помню, что он в пятом классе обосрался, понимаете? Вот тот день, который никто никогда не должен забыть, понимаете? Вот, поэтому... Спасибо, спасибо. Поэтому я считаю, что, знаете, татуировки, вот у таких людей конкретно, это чисто внешнее такое, да? Привлечь внимание, мишура. Вот, татуировки, это, знаете, как снежинки у них, которые вырезали из бумаги и расклеили на окна, понимаете? Да, со стороны красиво привлекает, создает настроение праздничное. Но все равно это окна детдома. Слушайте, я разочаровался в карьеризме вообще прям. Ну, понимаете, у меня появилась работа, есть зарплата, и теперь, в принципе, я могу воплотить все свои детские мечты в реальность. Ванна чипсов? Легко, вообще, да? Это всего лишь одна моя зарплата. Ладно, я физрук, две зарплаты, но тем не менее. Понимаете, как бы... Поэтому у меня с карьеристами разговор вообще не строится. У меня бывшая карьеристка была, да? Она выбрала карьеру вместо семьи со мной, да? Как бы, вот. Я, кстати, недавно случайно зашел на ее страницу. Это был еженедельный рейд, да? Вот, и, знаете... Я заметил у нее этот самый розыгрыш по репосту бесплатного прохода в ночной клуб. Охуенно! Карьера сложилась? Молодец, конечно, вот. Короче, с карьерой не сложилось, поэтому, знаете, на работе... На работе я не работаю, а смотрю совместимость имен. Вот. И, представляете, у меня с бывшей, ее Лена зовут, у меня совместимость с ней в любви 24% всего лишь. 24% совместимость в любви и сексе, капец, как мало. Но для меня это было прям охуенно. Я еще никогда так не радовался 24%. Честно, как будто я член партии Яблоко. Такой, 24%! Да! Больше, чем 3, уже хорошо, так ведь? Короче, к Ленам, к Ленам у меня, честно, по именам никаких претензий нету, да, по совместимости. Вот. Единственное, у меня есть вопросы к Татьяне. Есть такие в зале? Признавайтесь. Что вы можете со мной сделать в постели? На 93% это... Это дофига, это 3,8 Лены, понимаете? Как вам надо стараться? Ну, честно, я не знаю, что такого они там вытворяют, конечно. Вот. Могу только полагать, вероятно, во время секса Та не умеют говорить, и я тебя тоже люблю. А не, почисти зубы, пожалуйста. Кто-то должен доедать семье имбирь, так ведь я считаю? Да, мы расстались, в общем, я немножко сдался. Тиндер установил, да. Понимаю. Вот. И, знаете, чилю, лежу в своей ванне, исчитываюсь, да, листаю ленту в Тиндере. Вот. И в первый же день нашел там бывшую, представляете? И в этот же момент мне пришло осознание. Держу телефон такой, думаю, фу, как получается Тиндер. Это просто мусорка для отчаявшихся чумошников. И поставил ей лайк, понимаете? Ну, чего поделать, да. Ну, серьезно, Тиндер же похож на игру «Симулятор отходов». Так ведь вот в одну сторону смахиваешь органически, в другую замечательные добрые люди, которые тебе тоже лайк поставили. Для Марин отдельная урна, простите. Вот. И в целом, я честно, я признаюсь, я удалил Тиндер через два дня. Вот. Потому что он мне делал неприятно и плохо. Но! Каюсь. Я все еще храню фотографию бывшей у себя в кошельке. Потому что не оставляю надежд научиться магии Вуду. Я хочу, чтобы она однажды проснулась с утра и такая, «О, нет, Господи, теперь я кредитный поручитель». Спасибо. На майских праздниках ездил в Москву, потому что майские праздники — это неделя, когда петербуржцы и москвичи меняются городами. И мне очень нравится Москва. Нормальный город, хороший. Был там Третьяковской галереи. Мне понравился зал с Эвазовским больше всего. Я подумал, выложу себе в Инстаграм что-нибудь. Я сфотографировал оригинал картины Айвазовского, а потом поймал себя на мысли, что я стою и фильтры подбираю. Типа, умел Айвазовский подобрать цвета, но сейчас подкорректирую его. Будет у меня в ЧБ Айвазовский. Также гораздо лучше. Я выложил это фото в Инстаграм, написал название картины, написал «Вид Леандровой башни в Константинополе». И мне одна девушка откоментила, она написала «Ой, у меня скоро отпуск, нужно будет тоже в Константинополь съездить по свету, какие-нибудь отели». Я не осуждаю, я сам такой же. Я как-то листал ленту в Инстаграме, смотрю там фото бедные люди после пожара. Я думаю, надо помочь. Спускаюсь в описание, посмотреть номер карты, куда переводить деньги. Там написано «Последний день Помпеи». Я еще до карантина успел съездить за границу, был в Украине. Киев, кстати, прекрасный город, мне очень понравился. Единственное, что омрачило там пребывание, это паспортный контроль на въезде в Украину. Меня допрашивали там ночью, 4 часа, серьезные дядьки, они меня завели в отдельную комнату, такие, цель приезда. А я приехал туда выступать со стендапом, я говорю, рассказывать шуткой. Они такие, да, ну давай, рассказывай. Мне пришлось им рассказывать свои шутки. Я говорю, здравствуйте, похлопайте, кто пришел на стендап. Я за время самоизоляции, карантина не прочитал ни одной книги, не прошел ни одного курса, но я очень сильно продвинулся в изучении порнографии. Как вам, кстати, русское порно? Я считаю, что в русском порно должно быть два жанра указаны. Это фильмы для взрослых и социальная драма. Я как-то смотрел ролик, там была сцена в душе, и посреди сцены в душе им отключили воду там, представляете? Этот мужик, он начал одеваться, прям посреди ролика поехал в ЖЭК, что-то разбираться, и там уже утрахнули по-настоящему в ЖЭКе. Я, кстати, душ принимал во время самоизоляции каждый день, я этим горжусь. Но не потому, что я чистоплотный, я слышал, что в душе приходят гениальные идеи в голову, и в душе я написал где-то полчаса материала про пальцы. Я вам расскажу лучшее, минут на пять выжимку про пальцы. Начнем с вопроса. Кто знает, как называются пальцы на ногах? Я всегда думал, что так же, как и на руках, мой из души, смотрю на свои ноги и думаю, а с хера вообще указательный у нас на ногах? Мы же не пользуемся им как указательным, мы не говорим, так, Исаевский собор, это вот прямо и налево, идите. Ну, странно, я зашел в Википедию, по данной Википедии пальцы на ногах называются следующим образом, большой, второй, третий, четвертый и какой? Мизинец. Вы что, вы думали, там логично до конца будет? Нет? Я вообще не знаю, как они называли, какие-то люди называли пальцы, они начали с рук, наверное, такие, ну, это будет большой, тогда они еще не видели по-настоящему большой, такие, это будет большой, дальше указательный, средний, тут претензий нет. Пришли к этому, такие, бля, хуй знает, давай его пропустим, потом вернемся. Этот назвали мизинец, кстати, название классное, вот надо отдать им должное. Потом вернулись к этому, такие, бля, давай на ногах сначала назовем, и потом опять к ним вернемся. Смотрят, они смотрят на ноги, такие, ну, это точно большой, дальше не указательный 100%, средний почему-то не стали по аналогии с рукой назвать средний, но мизинец, такие, а мизинец, ебанем, как на руке, пусть название классное, мы лучше не придумаем. А потом такие, да и похуй, они все равно в носках будут ходить второй, третий, четвертый. Потом вернулись к этому пальцу, такие, блядь, этот еще палец же остался. Кстати, в английском языке у него есть нормальное название, он называется Ring Finger, сразу видно, взрослые, женатые мужчины придумывали название. Но наши, возможно, тоже носили на нем кольцо, но странно назвать палец спаси и сохрани, я считаю. Мне хочется верить, что они оставили его безымянным, знаете, чтобы, для рекламной инстаграции, чтобы какая-нибудь компания купила название этого пальца, у нас был бы указательный, средний, авиасейлс, и мизинец. Со средним пальцем, кстати, тоже не все так гладко. Что, если у вас нет одного пальца, тогда очень... Ну, какой палец будет средним? У вас тогда и среднего нет пальца, получается. А если у вас нет двух пальцев, то этот палец еще более странно назвать средним, да? Средний тогда становится безымянный, а этот палец тогда какой? Тогда он становится безымянным? Или он указательный, а у вас же нет указательного? Я вас спрашиваю. Я полгода изучал пальцы на карантине. Вы спросите, а как сохранить средний палец, потеряв два пальца? Очень просто, нужно потерять два этих пальца. Но в жизни мало ситуаций, где ты можешь разом потерять два этих пальца. Человек-паук может потерять два этих пальца. Либо, если вы такой человек, который говорит постоянно на созвоне, на созвоне, а потом заходит в плохой район и гопники отжимают у него воображаемый телефон и два этих пальца. Продолжение следует...